У каждого третьего жителя Земли однажды возникает потребность переливания крови, и миллионы людей живут обязанные жизнью тем, кого они никогда не видели. О тихом подвиге во имя других в ближайшие полчаса меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok главный трансфузиолог Минздрава Самарской области, заместитель директора Самарской областной клинической станции переливания крови. Здравствуйте. Здравствуйте, Инесса. И мы сегодня о самом дорогом, о крови. Да, совершенно верно. Если так можно говорить, наверное, все-таки правильно, бесценно. Бесценно, вы правы. Ежегодно в России в переливании крови нуждаются около полутора миллионов человек, так утверждает статистика. И вот я почитала, чтобы обеспечить достаточное количество крови, в том числе и для производства препаратов, в стране должно быть не менее 40 доноров на тысячу жителей. И, конечно же, вы уже догадались, интересно, такая ли ситуация у нас в Самаре. В Самаре ситуация немножко не такая, как и во всей стране. Вы не зря сказали, что для заготовки как крови, так и препаратов крови. Препараты крови – это те лекарственные средства, которые мы получаем из плазмы донорской. К сожалению, производство сегодня препаратов крови только развивается в Российской Федерации. И нас это ждет. Вот обеспечение компонентами донорской крови лечебных учреждений области для того, чтобы переливать эти компоненты крови пациентам, которые нуждаются в этих переливаниях. А это, безусловно, очень большая группа пациентов. Это те пациенты, которые иногда пожизненно нуждаются в переливании компонентов крови. Это больные ликозом, гематологические больные многие, те, кто нуждается от случая к случаю, например, разжениться, если развиваются какие-то осложнения, хирургические больные и так далее. Так вот, все они нуждаются в компонентах донорской крови. И мы обязаны обеспечить всю ту потребность, которая существует в области. И эту потребность мы обеспечиваем в среднем где-то донорам в размере 20 на 1000 населений человек. Вот такое количество доноров в Самарской области покрывает потребности лечебных учреждений в компонентах донорской крови. В среднем у нас в день приходит около 200 доноров на станции переливания крови. Работает у нас станция переливания крови в Самаре, наше подразделение в Тольятти и в Сызрани. И вот в день мы принимаем от 200 до 300 доноров ежедневно. И такое количество доноров обеспечивает практически всю потребность лечебных учреждений в компонентах, в различных компонентах донорской крови. То есть этого достаточно? Этого достаточно, да. Вот вы несколько раз произнесли фразу «компоненты крови». Я думаю, что не всем это понятно. Может быть, стоит поподробнее. Да, хорошо, я расскажу. Ну, цельная кровь – это то, что течет у нас с вами в организме. Это называется цельная кровь. Она состоит из жидкой части. Это называется плазма. И тех клеток, которые в этой жидкой части находятся. Клетки, мы все их хорошо знаем. Это эритроциты, которые отвечают за перенос гемоглобина. Это тромбоциты, которые отвечают за свертывание крови, образование тромба при кровотечении. Это лейкоциты, которые участвуют в нашем с вами иммунном ответе. Так вот, сегодня современная трансфузиология запрещает переливание цельной крови. Сегодня трансфузиология – это компонентная терапия. Компонент крови – плазма. Компонент крови – любая клетка. Сегодня трансфузиологи могут получить селективно любую клетку. Отдельно эритроциты от всех других клеток и плазмы. Отдельно тромбоциты, отдельно лейкоциты и так далее. Это называется компонентная терапия. Она направлена на то, чтобы ввести в организм пациента именно тот компонент, который ему необходим. Например, если у пациента снижается уровень эритроцитов, ткани испытывают кислородный голод, то мы должны ввести в организм пациента эритроциты. Если у пациента развиваются кровотечения, необходима коррекция гемостаза, остановить кровь, тогда нам необходимо вводить тромбоциты и плазму, чтобы помочь пациенту справиться с кровотечением. Сегодня современная трансфазиологическая помощь является компонентной. Цельная кровь не переливается еще в связи с тем, что у нее особые условия хранения. Сегодня мы говорим о том, что в связи с тем, что срок хранения ограничен, мы не можем обеспечить ее безопасность, вирусную безопасность, а компоненты, которые мы заготавливаем, они подвергаются определенной обработке, срок хранения их увеличивается, и мы можем позволить себе иметь в запасе какое-то время и провести качественное вирусное обследование для того, чтобы обеспечить безопасность компонентов донорской крови. Для тех, кто, может быть, опоздал к началу эфира, скажу, что сегодня в студии программу «Звоните доктору Елену Кудинова», заместитель директора Самарской областной клинической станции переливания крови, и мы сегодня говорим о тихом подвиге во имя других. Елена Владимировна, Вы сказали, что некоторым людям переливание крови требуется постоянно, но, наверное, таких людей не очень много, если брать в целом население. И вот все равно не очень понятно, когда какие-то катастрофы, травмы, да, ясно, что требуется много крови. А вот, ну, человек чем-то болен. Почему, по какой причине-то ему нужна кровь? Вот это была большая кровопотеря, его надо восполнить. Или что? Я вот очень такой примитивный вопрос Вам сейчас задаю, потому что хочется понять. Да, Инесса, ну, Вы начали сами отвечать на этот вопрос, да, безусловно. Когда идет потеря того или иного компонента, потеря клеток, связанная либо с патологическим состоянием этих клеток, когда организм, например, их сам разрушает. Это, конечно, безусловно, гематологические заболевания. Рак крови, ликозы, да. Здесь более-менее понятно. Различные гемолитические аномии и так далее. Безусловно, кровотечение, когда идет просто физическая потеря, как жидкой составляющей плазмы и объема циркулирующей крови с ним, так и клеток. Они просто физически уходят из сосудистого русла, и мы, безусловно, должны их восполнить для того, чтобы организм справлялся с этой кровопотерей. Потому что они несут в себе определенную физиологическую способность. Каждый компонент, мы уже сказали, эритроциты – это гемоглобин для того, чтобы ткани продолжали питаться. Тромбоциты – это тромбообразование. Плазма – это поставка в организм факторов свертывания, которые тоже участвуют в тромбообразовании. Каждый из компонентов донорской крови выполняет в организме строго определенную функцию. И если мы теряем по каким-то медицинским или операционное, или это кровотечение развившееся при дорожно-транспортном происшествии, пациент теряет кровь, теряет возможность помочь организму справиться с этой бедой. И тогда, для того, чтобы восполнить, ведь он быстро не может, так сказать, доставить клетки из своих депо, они у нас есть, но для того, чтобы самому начать справляться, пациенту нужно определенное время. Иногда этого времени недостаточно, конечно. И тогда необходимо ему помочь. И помочь может только донорская кровь. Потому что, к сожалению, пока не найдена и не синтезирована искусственная кровь. Очень много разговоров когда-то по этому поводу было. Ну вот я лично была на предприятии, которое делает перфтурдикалин, так называемую голубую кровь. И нам всем тогда казалось, что ага, можно, наверное, сейчас купить его и себе полностью поменять. Ну, к сожалению, нет. Искусственной крови пока нет. Заменителей клеток крови на сегодняшний день нет. То производство, о котором вы говорили, да, на него возлагали когда-то очень большие надежды. Но нет научного обоснования тому, что это лекарство действительно помогает. У него была масса противопоказаний. Самое большое противопоказание его нельзя было на активном кровотечении. Это то, для чего, ради чего мы ждем производства так называемой искусственной крови. А его, к сожалению, в этот момент применять нельзя было. Поэтому сегодня производство это закрыто. Перфторан, это один из видов, вот, вторсодержащих соединений растворов, снят с производства и его в доступе нет. Поэтому одна надежда остается на наших доноров, которые приходят ежедневно и сдают компоненты донорской крови. На ученых тоже, Елена Анатольевна. На ученых, безусловно, безусловно, конечно. На ученых мы всегда надеемся, что наши умы разработают, да, и все-таки это будет помощь. То есть, да, безусловно, потому что донорство, это, безусловно, еще и риск. И человеческий фактор, как обычно, да, безусловно. Давайте мы с вами сейчас ходим на экскурсию к вам на станцию переливания крови. Посмотрим сюжет, потому что интересно же представить, как все это происходит воочию. Сдать кровь может любой здоровый человек, но есть лимит. Женщины четыре раза в год, мужчины пять. За два дня до процедуры нужно отказаться от употребления алкоголя и тяжелой жирной пищи. В день процедуры нужно позавтракать и обязательно взять с собой паспорт. Игорь Гильдин уже шесть лет регулярно приходит на станцию переливания для того, чтобы пополнить ее запасы. Говорит, приятно понимать, что может спасти чью-то жизнь. К тому же он всегда знает, что здоров, потому что перед процедурой проходит обследование. Приятно, когда приходит смс-ка, ваша кровь спасла жизнь человека. Такая смс-ка тоже приходит иногда. Приходил уже два раза за время пандемии, и при этом людей практически нет. Раньше можно было по часу ждать очень даже терапевта, потому что очень многие люди хотели вызывать кровь. Сейчас, скорее всего, просто боятся. Эпидемиологическая ситуация, конечно, внесла свои коррективы. Количество доноров снизилось на 20%. Раньше станция пополняла запасы на 40% во время выездных акций на предприятия, компании и вузы. Сейчас они под запретом. Сдать кровь можно в Самаре, Тольятти и Сызрани. Здесь позаботились о безопасности. Доноры, чтобы не контактировать между собой, приходят по предварительной записи в строго назначенное время. На входе они обрабатывают руки. Здесь регулярно дезинфицируют помещение специальными средствами. Обеззараживают даже воздух. Все сотрудники в медицинских масках и перчатках. Мы изменили сегодняшний день подход. Мы отказались от донорства плазмы, потому что плазмы у нас на сегодняшний день достаточно запаса чуть ли не на год вперед. И поэтому перешли полностью на донорство компонентов, то есть это эритроциты или тромбоциты. Это также позволило решить вопрос с обеспечением лечебных учреждений. В Самарской области проводят около 300 переливаний компонентов крови в сутки. Подробную информацию, как стать донором, можно посмотреть на сайте службы крови, указанном на экране. Корреспондент нас уже немножечко развернул в другую сторону. Конечно же, не могу не спросить, как изменилась ваша работа в период пандемии, который, собственно, начался полтора года назад и продолжается. Безусловно, для службы крови это был достаточно трудный период, потому что все-таки мы работаем с людьми. И здесь вот в сюжете прозвучало, что очень большая часть нашей работы – это так называемые выездные акции. Когда мы сами, служба крови, ездит на предприятия, в учебные заведения и проводит на выезде забор крови для того, чтобы потом привезти ее и обследовать, и выдавать. Так вот, это большой пласт нашей работы. И во время пандемии работа по выездным акциям сократилась практически на 40%. Практически. Очень многие предприятия отказывались от проведения, и это было понятно, потому что кто-то ушел на дистанционную работу. Конечно, безусловно, кто-то просто побоялся, и мы тоже понимали это. И службе крови перед нами встала задача, что же делать. Потому что, конечно, количество заявок хоть и сократилось, но не на много. Где-то, наверное, мы уже потом ретроспективно проанализировали. На 10-15% сократились заявки от лечебных учреждений на компоненты донорской крови. Ведь служба крови выдает в лечебные учреждения только то, что они просят. И столько, сколько попросили лечебные учреждения. Так вот, во время пандемии, так как сократилось оказание плановой помощи, сократилось количество хирургических операций, то, естественно, сократилось процентов на 10 и заявки от лечебных учреждений. Но количество доноров достаточно сильно сократилось. И мы, безусловно, встали перед проблемой, как же все-таки нам продолжать работу для того, чтобы не подвести наших коллег в лечебных учреждениях, не подвести жителей, для того, чтобы обеспечить те потребности, которые были. И, безусловно, был сделан ряд шагов, направленных на то, чтобы привлечь доноров. Ну, началось с того, что, конечно, безусловно, так как мы все ушли в онлайн-жизнь, то мы эту работу и усилили. И мы тоже ушли в онлайн, что касается вопросов привлечения донорства. Мы стали записывать доноров в онлайн-режиме на донации. Мы стали им выдавать справки. Помните, был период, когда даже передвигаться по городу мы могли только по соответствующему документу. Мы официально отправляли свой бланк, когда донор записывался, для того, чтобы он мог предъявить, куда он едет. Кроме того, были такие акции от Яндекс.Такси, в том числе, когда доноров бесплатно привозили на станцию переливания крови. Безусловно, работа в соцсетях по привлечению. Это различные плакаты публиковались. Мы, мемы, сайт активно начал работать. Мы налаживали и вливались вот в это информационное пространство работы с донорами, с населением и так далее. Безусловно, очень большую роль сыграли и наши медицинские учреждения, потому что они, как никто, понимали, что необходимы компоненты донорской крови, привлечение доноров, и они первыми откликнулись на то, чтобы вот такие выездные акции с соблюдением всех требований противоэпидемической безопасности проводились именно в медицинских учреждениях. Потом подключились учреждения госструктур, которые не ушли на дистанционку и так далее. То есть эту работу мы вели очень-очень планово, очень деликатно, потому что мы надеялись, что, несмотря на то, что кто-то отказался от участия в донорстве, какие-то предприятия, учреждения, доноры, мы очень надеялись, что они вернутся, когда вот ажиотаж спадет, и проблемы немножечко утикнуты, так и случилось. На сегодняшний день практически все доноры вернулись в донорство, и мы активно работаем в том же, в прежнем режиме. Что еще мы изменили? Мы увеличили время приема. Если раньше прием доноров был до 12 или до часу, то в пандемии мы увеличили на час работу и у нас на станцию. В первую очередь? Да, совершенно верно. И донору была возможность приехать, если он не может с утра, он может приехать в обеденное время. Мы вели донорские субботы. У нас прием доноров осуществлялся по субботам и у нас в Самаре, и в Тольятти, и в Сызрани. Ну и, безусловно, работа велась и на самой станции переливания крови, для того, чтобы доноры чувствовали себя безопасно. Соблюдался весь, конечно, противоэпидемический режим, социальная дистанция. К этому мы привыкали и сами, к этому мы и приучали доноров, для того, чтобы они тоже все меры противоэпидемические исполняли на станции переливания крови. Елена Владимировна, вот понятно, что к безопасности вы предъявляете высочайшие требования. Но мы же говорили про человеческий фактор. Но вдруг, вдруг бессимптомно болеющий человек сдал кровь. Опасна ли она? Ну, давайте уточним. Мы говорим о ковиде. О ковиде, конечно. Нет, ковид через кровь не передается. Даже если человек заболевает, сам вирус не может выжить в тех условиях, в которых находятся компоненты крови. Это консервант, это тепловое хранение, определенные условия, да, температурные хранения. И вирус, коронавирус через кровь не может передаться. Но здесь речь идет. Вот, ведь служба крови заботится не только о безопасности пациента. Служба крови заботится и о тех, кто к нам приходит, о донорах. Поэтому вот те меры, так сказать, противопоказания, да, которые мы предъявляем к донору, очень часто направлены на, ну, если не сохранение... Его здоровье. Да, то поддержание его здоровья, абсолютно верно. Поэтому вот, когда мы говорим о том, что донор сегодня не может сдать, потому что он там переболел недавно, или у него какое-то хроническое заболевание, то мы здесь говорим не о безопасности компонентов, а о безопасности наших доноров. В первую очередь. Вы сказали в начале программы, что кровь – это бесценно. Тем не менее, сколько стоит литр крови? Ну, Инесса, я здесь скажу, наверное, так. На самом деле это бесценно. То, что, безусловно, служба крови получает финансирование из бюджета, это, скорее всего, ну, мне бы хотелось, наверное, так именно преподносить. Это, ну, некая услуга, которая оплачивается нам, специалистам, для того, чтобы мы произвели качественный и безопасный компонент. А сам по себе, само по себе, вот то чудо, которое доноры сдают, и которое чудо для пациента – это, конечно, бесценный. Мы же все равно привыкли уже к коммерческой медицине. Может быть, кто-то захочет купить себе 10 литров крови. Нет, кто-то сам себе не купит, потому что для того, чтобы получить компоненты крови на станции переливания крови, должна быть лицензия на переливание крови в больнице. Не выйдет, знаете. Физическое лицо, компонент крови получить у нас не может. Да, действительно, заготовка крови оплачивается бюджетом. Это мы имеем бюджетное финансирование. Собственно, это и понятно. Да, лечебное учреждение никакие деньги нам не переводит. Финансирование идет по бюджету. И оно складывается из тех затрат, которые необходимо произвести для того, чтобы мы заготовили компоненты донорской крови. Это, безусловно, зарплата нашим сотрудникам. Это закупка тех расходных материалов, куда эта кровь собирается. Я думаю, что вот это все как раз очень понятно, что это все, конечно, достаточно сложная система. Но сказать, что литр крови имеет какую-то цену, нет. Потому что кровь перерабатывается. И каждый компонент требует разных затрат. Давайте сейчас о важном. Продолжим вашу работу по привлечению донора. Вот каждый ли человек может стать донором? По закону, конечно, каждый дееспособный человек, достигший возраста 18 лет, может стать донором. По каким причинам вы откажете? Но есть определенный перечень противопоказаний. Они бывают временные и бывают абсолютные. Абсолютно это когда априори никогда человек, безусловно, не сможет стать донором крови. Это все люди, которые являются носителем инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит В, С, сифилис, другие инфекционные заболевания. Это люди, которые имеют хронические заболевания при тяжелом течении. И целый ряд еще заболеваний, которые ограничат возможность прийти в донорство. Относительные противопоказания – это временные противопоказания, связанные с вирусными инфекциями, в том числе такими, как COVID, с прививками, в том числе и от COVID. Это, например, нанесение татуировок и так далее. Весь перечень противопоказаний всегда опубликован на сайте службы крови, с ним всегда можно ознакомиться. Я не поняла, вы, с татуировками нельзя стать донором? Временно. Только временно. Когда она свеженькая, об этом речь. Да, должно пройти 6 месяцев для того, чтобы донор пришел, и мы его допустили до кроводачи. Поэтому, если человек не имеет противопоказаний, он ознакомился на нашем сайте с перечнем. Если он не имеет противопоказаний относительных и тем более абсолютных, то он, конечно, может прийти к нам на станцию с паспортом для того, чтобы осуществить кроводачу. Но и здесь, придя на станцию переливания крови, первое, куда он попадает, это в регистратуру. И в регистратуре сегодня существует информационная база, которая позволяет проверить этого человека по, так сказать, возможности его донации. Мы можем посмотреть, не числится ли он у нас в базе данных лиц, отведенных от донорства. Потому что служба крови ежедневно в режиме онлайн получает данные, сведения о лицах с абсолютным противопоказанием от профильных диспансеров, находящихся в регионе. Мы получаем ежедневно данные по вновь выявленным ВИЧ-инфицированным, зарегистрированным больным по гепатиту В, по гепатиту С, по сифилису, о наркоманах, о больных туберкулезах. Сколько же информационных потоков к вам стекается. Совершенно верно. Ежедневно мы получаем эти сведения. Плюс сегодня действует в России всероссийская база данных доноров. И человек, придя к нам, обязательно по ней проверится, не сдавал ли он где-то в другом регионе. Для того, чтобы соблюсти интервалы между кроводачами. В плане его здоровья. Конечно. Ведь можно поехать сегодня, условно говоря, в Красноярск, сдать там, приехать и через две недели прийти в Самару. Но сегодня это невозможно. Потому что в Самаре мы посмотрим и увидим, что две недели назад воздавали в Красноярске. Сегодня действует единая информационная донорская база, в которой хранятся все данные по донорам на территории России. Говорят, доноры это самые здоровые люди, потому что они проходят регулярные обследования, регулярно сдают анализы. Правда? Да. Это правда. И не вредно ли это все-таки для здоровья? У многих тоже возникает такой вопрос. Ты сдал 400, да, миллилитров крови? И что, и потом с тобой как? И потом с тобой все хорошо. Дело в том, что вот эта доза в 450 миллилитров, она не просто так появилась. Она обоснована с медицинской точки зрения. Она не наносит никакого вреда взрослому организму. Ну, человеку с весом 50 килограмм и более. Потому что очень часто у нас приходят худенькие девушки, которых мы вынуждены отвезти от кроводачи. Угу. Дабы не потерять гемоглобин. Дабы не потерять гемоглобин, да, именно из-за веса. Поэтому вот это ограничение тоже есть. Ну, а что касается опасно, да нет, скорее полезно. Кроводача полезна, потому что это своего рода тренировка организма на то, как организм должен действовать в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, есть уже научные исследования, проведенные в странах, в европейских странах, говорящие о том, что не только выживаемость, но и вот улучшение состояния в каких-то экстренных случаях, например, инфаркт миокарда или кровотечение какое-то, лучше или быстрее проходит именно у доноров, чем у обычных людей. Вот это связано, безусловно, с этой тренировкой. Конечно, это стимул для выхода новых, молодых, свежих клеток в организм. И вот такая регулярная сдача крови, она оказывает только положительное влияние. Обновление идет. Обновление в том числе, да. Елена Владимировна, в оставшуюся минуту нашей программы я бы хотела попросить вас коротко сформулировать, какие бы главные мотивационные стимулы стать донором назвали бы вы, буквально, коротко. Ну, понятно, что ты спасаешь кого-то, это понятно, да. Только это, потому что, когда ты приходишь на станцию переливания крови и понимаешь, видишь, сколько там сидит молодых, здоровых, крепких людей, ты понимаешь, что если вдруг что-то случится, то будут такие же доноры, да, которые тебе помогут, которые сдадут для тебя. И ты не останешься один со своей бедой. Ну, вот таким образом я резюмирую. Вы главным мотивационным стимулом назвали все-таки тихий подвиг во имя спасения других. Мы сегодня говорили о донорстве. У нас была в гостях Елена Кудинова, заместитель главного врача станции переливания крови. Спасибо большое за этот подробный разговор. Спасибо вам. И очень важно. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»